Всем добрый вечер! Сегодня в выпуске речь пойдет об одних из самых эпичных произведений в жанре хоррор. Приятного просмотра! Многие считают книги Крови самым известным произведением Клайва Баркера. Это родоначальник так называемого жанра сплаттерпанк, где на первый план выносят натуралистическую расчлененку и готическую эстетику убийств. Хотя на первый взгляд кажется, что тома книг Крови никак не связаны, но внимательный читатель заметит, что рассказ одного тома является приквелом рассказа в другом томе, что некоторые герои незаметно, но взаимодействовали друг с другом, что все описанные рассказы происходят в одной вселенной. Если у вас богатое воображение и вы любите кровавое месиво, книги Крови станут для вас настоящим открытием. Один из лучших представителей жанра фантастических ужасов почему-то в России не обрел достойной популярности. Главный герой Гарри Кив умеет разговаривать с мертвыми, и это ему помогает служить в британской разведке. Его противником является КГБшный некромант Борис Драгошани, и их стычка всегда превращается в настоящее буйство фантазии и ужаса. К сожалению, из 16 действительно масштабных и эпичных романов о противостоянии сверхъестественных сил у нас переведено только 5 из них, но при этом на Западе Некроскоп – это настоящая культовая легенда, породившая десятки комиксов, пародий и ролевых игр. Соломон Кейн Соломон Кейн – это английский пуританин, чей смысл жизни – это охота на сверхъестественных существ и демонов. Хотя критики больше относят этот цикл к жанру фэнтези, верные почитатели Говарда уверены, что Соломон Кейн – это достойный представитель жанра ужасы. Герой-одиночка в течение своей жизни попадает в разные ситуации, борется с гарпиями, вампирами, изгоняет демонов, путешествует по всему миру, находит затерянные цивилизации и страны. Но неизменным остается одно – это суровый взгляд Кейна, когда встречает очередное зло из самого сердца ада. Юный Мэтью Корбет – это частный детектив из Нью-Йорка 17 века, расследующий таинственные и мистические дела, всегда связанные со сверхъестественным. В этом цикле ужасных историй прекрасно все – блистательная детективная интрига, мистический флер, отчетливые исторические детали, неожиданные повороты сюжета и, главное, запоминающиеся характеры героев, среди которых особо выделяется Мэтью – пытливый, честный и преданный своим друзьям парень, преодолевающий природную нерешительность и отважно глядящий в лицо своим страхом. В отличие от других представленных циклов ужасов, главной особенностью Мэтью Корбета является то, что с каждой книгой он растет, меняется, поднимается по карьерной лестнице, а дела становятся все загадочнее и страшнее. Хотя произведения Говарда Лавкрафта ограничены в размере, это не делает их менее эпичными. Их взаимосвязь настолько тонка, но при этом заметна, что вырисовывается настоящее шедевральное полотно ужаса и страха. Лавкрафт создал совершенно новый жанр, заставил нас пугаться древних и таинственных богов, что спят в глубинах морей. Космический ужас, страх от неизведанного и невероятно пугающие истории. Лавкрафт заслужил более достойную участь, чем быть засмеянным в свое время. Это сейчас его представляет богом ужасов, но при жизни его произведения не были опубликованы. Говард Лавкрафт создал настолько реалистичные и пугающие мифы, что ученые до сих пор спорят, существует ли некрономикон. Было ли это бредом автора, или же Лавкрафт действительно предостерег нас о спящем в городе Рлайх древнем боге Ктулху. Писательнице Эн Райс удалось изменить канонический образ вампиров, устоявшийся веками. В ее книгах вампиры это эстеты и гурманы, аристократы и светские люди, ночами превращающиеся в настоящих охотников. Основным героем является дворянин Листат де Леон Кур, волей судьбы ставший вампиром. Эн Райс сумела создать настоящее историческое приключение, которое берет начало в 17 веке и заканчивается в нашем с вами времени. Но Райс не ограничивалась лишь описанием жизни вампиров. В ее вселенной нашлось место и ведьмам, чья судьба тесно переплетается с историей вампиров. И если вы хотите стать свидетелями настоящей вампирской жизни, вампирские хроники станут настоящим путеводителем. Сам Стивен Кинг называет Темную Башню вершиной своего творчества. Некоторые критики называют этот цикл романов худшим представителем темного фэнтези. Но все согласны в одном – это одно из крупнейших и эпичных представителей жанра ужасы. Хотя трудно называть цикл чисто ужастиками, так как здесь имеется и любовная драма, и вестерн, и фэнтези, и научная фантастика. Но именно эта безумная смесь противоречивых жанров делает Темную Башню действительно масштабным произведением, где приключения Роланда Стрелка не ограничиваются лишь одной вселенной.